Я думаю, что он приблизился. Как я понимал, вчерашнее событие, первое событие, связанное с референдумом, это то, что Путин после долгих колебаний решил присоединить эти территории, захваченные российскими войсками Российской Федерации, и фактически изобразить войну на следующем этапе как вторжение на территорию России. Это, собственно говоря, было фундаментальным моментом, который формально, я понимаю, что Путин и законы – это вещи несовместимые, но так или иначе по закону Российской Федерации, согласно ядерной доктрине, не могла использовать ядерное оружие в случае, если нет экзистенциальной угрозы существования Российской Федерации, то есть если нет вторжения на ее территорию. То есть, по сути, решил о том, чтобы расширить территорию Российской Федерации произвольно и ответить тактически ядерным ударом на наступление, следующее наступление украинской армии. В принципе, я крайне низко оцениваю и оцениваю возможность Запада ответить на такой ядерный удар какими-то своими ядерными возможностями, поэтому я думаю, что в этой, как бы цинично это ни звучало, в этой стратегии была определенная доля рациональности. То есть, Путин мог бы таким образом послать сигнал о том, что надо остановиться и договариваться на его условиях, потому что на чужих условиях он договариваться не хочет, и скорее он, в общем-то, прекратит свое существование во власти, и даже физическое, чем начнет уступать, судя по всему. То есть, этот вариант был понятен. Что касается мобилизации, то это, на мой взгляд, совершенно странный шаг. Он, конечно, подчеркивает тот факт, что в российской армии потеет не пять тысяч человек, которые были в шоке, а где-то десять раз больше, как минимум, и армия не может держать тот фронт, который она потеряла фактически по Трайковым и в Изюме. То есть, вот в этой ситуации мобилизация выглядит отчаянным шагом, и, на мой взгляд, это, конечно, опасный для Путина шаг, я бы сказал. Таким образом, он не приведет ни к реализации тех целей, которые он ставит, но он может серьезно подорвать внутриполитическую стабильность. Ну, вот это вопрос по поводу того, насколько поддержка Путина внутри страны с объявленной мобилизацией как-то радикально изменится. Ну, смотрите, я думаю, что она действительно изменится. Просто потому, что, если мы посмотрим на российскую историю, то мобилизации не проводились там ни в Чеченскую войну, ни даже в русско-японскую войну. Но мобилизации проводились только в условиях, когда на Россию нападал внешний враг, действительно способный ее уничтожить, как это было в Первую-вторую войну. Поэтому, безусловно, какими бы недалекими ни были многие россияне, они не могут не задумываться о том, что будет дальше. То есть, речь идет о том, что Россия вползает в большую войну. Я писал несколько раз о том, что спецоперация, очевидно, превращается в войну. Она изначально, может быть, ей не была, потому что, как бы мы не осуждали бы Путина, но есть очень много случаев, когда великие державы используют свои военные силы за границей без всякого объявления войны. Соединенные Штаты здесь тоже, в общем-то, дают хороший пример или плохой. Но так или иначе, когда война начинала переноситься на российскую территорию, решила, допустим, об обстрелах баз в Крыму и возможности дальнейших ударов по Крыму, который считается российской территорией, то понятно было, что спецоперация закончилась, началась война. Вот, собственно, то, что продолжается сейчас, подчеркивает правоту этого предположения, что действительно мы переходим в настоящую войну. А люди никогда, на мой взгляд, не рады тому, что страна находится в войне, потому что они прекрасно понимают, что здесь они являются полными заложниками власти и с ними могут делать, как с теми баранами, все, что хотят. Вот это ощущение при всем патриотизме, который может в России наблюдаться, вряд ли кого-то радует. Поэтому я думаю, что, конечно, те рейтинги, ну, рейтинги могут быть любыми, но реальную поддержку, которую Путина имела в обществе, она была довольно высокая, безусловно. Она будет однозначно сокращаться. Вот мы сейчас видим молнии приходят, что по всей стране проходят протестные акции против мобилизации. А это может всклыхнуть протестные движения в России, которые сдавили, ну, в общем, практически уже окончательно? Нет, я думаю, что речь идет о совершенно разных вещах. Дело в том, что протестное движение в России, оно в том виде, в котором оно существовало последние лет 15, оно все-таки было движением за, ну, скажем так, ну, не из прекрасной России в будущем, да, как говорил Сергей Анатольевич. Но, по крайней мере, с какой-то идеей того, что мы хотим, да, а в данном случае мобилизация – это есть воплощение того, что мы не хотим, да, то есть мы не хотим быть выдвинутыми с работы, остаться, так сказать, чтобы там наша семья осталась с ипотекой и без кормильца и так далее, и так далее, и так далее. Вопросов очень много. И это будет стихийный протест, который, по большому счету, мог бы давно начаться по экономическим причинам, но по ряду обстоятельств никогда не начинался. То есть я думаю, что это не есть протестная активность широкого плана, это есть индивидуальные акции, и они, конечно, будут продолжаться и невидимым образом, в том числе, народ пустится в бега, начнет скрываться, приезжает снова адрес на другой, не допускать вручения повесток и так далее, и так далее. То есть я думаю, что вот когда люди поймут окончательно, или многие поймут, что власть однозначно не находится на их стороне, что от нее они видят не только там какую-нибудь мифическую подачку в ковидные времена пособий на детей, но и гораздо худшие последствия, что их могут просто увезти и убить на абсолютно непонятной войне. Вот в этой ситуации, я думаю, индивидуальное сопротивление будет намного более активным. И это, опять-таки, если это будет сопряжено еще с закрытием границ, что вполне может случиться в такой ситуации, то это как раз становится идеальной средой для серьезной смены протеста. Этот протест не будет либеральным, не будет возглавлен никакой эмиграцией, но он будет идущий снизу и гораздо более разрушительным для путинской системы. Ну вот как раз про экономические последствия. Мы знаем, что когда объявили о референдумах, Мосбиржа рухнула. Мы знаем, что билет из Москвы сейчас по направлениям, куда россиянам не требуется виза, стоит больше тысячи долларов. Билеты все раскуплены на ближайшие дни. Что еще в смысле экономики стоит ждать? Ну и там еще было вот интересно по мобилизации. Говорили, что человек мобилизованный не освобождается от уплаты ипотеки. Как это вообще все понимать в широкой картине? Ну это я уже отметил, что проблемы самих мобилизованных и семей мобилизованных будут, собственно, готовы к их. И это, конечно, население, я думаю, очень сильно возмутит, безусловно. Плюс к тому, в случае, если человек мобилизуется, с ним могут разорвать трудовой контракт. И наверняка это будет сделано. В условиях довольно сложной экономической ситуации эти вакансии будут заполнены. То есть, по большому счету, людей выдергивают из нормальной жизни, что сопряжено с колоссальным риском, и совершенно не гарантирует в эту нормальную жизнь возвращение. Поэтому, безусловно, я думаю, здесь будет довольно много проблем. А что... Витя, первый вопрос у вас был. Ну вот, собственно говоря, экономические последствия этого все, потому что рейсы распроданы, Мосбиржа рухнула, чего еще уже. Я думаю, что вот на это не нужно обращать сейчас внимание, потому что мы уже слышали много экспертных мнений относительно того, что российская экономика рухнет к маям месяцу от санкций, которые были введены в феврале. Я никогда не поддерживаю эту точку зрения. У меня горизонт, который я рисовал, был приблизительно полгода. Я говорю, что первые серьезные последствия мы видим к зиме от войны в Украине, и от самой войны, и от санкций против России. Я думаю, что так оно и будет, на самом деле. Поэтому, что касается биржи, то Антон никого не волнует на сегодняшний день. В России мы знаем еще с 14-го года, что есть вещи поважнее фондового рынка. Поэтому, кто куда уедет, и сколько там тысяч, или даже десятков тысяч человек, и я думаю, все-таки это будут не десятки, а тысячи людей, уедут. Власть это абсолютно не интересует. Чем больше уедет несогласных, тем более серой массы останется. Поэтому, в данном случае, я думаю, что Кремль этот момент заботит мало. Его больше всего интересует, конечно, как пойдет мобилизация, и насколько это может изменить ситуацию на фронте. 300 тысяч человек планируют мобилизовать. А найдут вообще такое количество? Потому что ведь там очень много водных сейчас уже обозначено по поводу, во-первых, отводов. Во-вторых, того, что там студентов, например, не будут призывать и так далее и тому подобное. Демография этого вообще для этого есть? Я думаю, что однозначно есть. Найти такое количество людей можно, и это даже не слишком сложно. Опять-таки, еще раз повторю. Одно дело найти и локализовать людей, которые должны пойти в первой волне призыва. Другое дело их действительно найти, посохить нам в эшелон и отправить на фронт. Это разные вещи. Но сама вся возможность такого количества людей мобилизовать, она, безусловно, существует. Мобилизационный резерв гораздо больше. Проблема, скорее, заключается в том, что эти люди будут делать. Потому что, понимаете, ведь проблема даже уже накануне Хайкорского наступления вооруженности Украины была в том, что в России был очень серьезный дефицит техники, очень серьезный дефицит кадров военных. Многие из них погибли, ходят операции. По сути, если в советские времена мобилизация предполагала, основывалась на ситуации, когда было огромное количество так называемых кадрированных частей, то есть стояла техника, стояло вооружение, были офицеры, военные городки, но там не было призывников. Как только начиналась мобилизация, туда должны были прибыть резервисты, сформировалась бы эта часть, она выдвинулась бы в театр военных действий. На сегодняшний день, насколько я понимаю, таких вещей просто нет. То есть эти люди должны либо пополнить потери в тех частях, которые уже находятся на фронте, либо каким-то образом должны быть сформированы новые части. Как они будут укомплектованы, где будет взято вооружение, какие задачи им будут поставлены. Это все большие-большие проблемы. Поэтому я думаю, что самое сложное будет не набрать людей, а действительно создать из них боеспособное воинское подразделение. Я совершенно не уверен, что это вообще возможно сегодняшний день, но в любом случае это будет самая большая сложность. Когда нам объявили о референдумах, которые вот-вот, так называемых референдумах, которые грядут, можно считать, что скоропостижное решение об их проведении было таким импровизационным и было связано именно с неуспехами на поле боя последних дней? Я не думаю так. Дело в том, что на самом деле о них говорили еще с весны. Да, и Донецкая Народная Республика, и Луганская говорили об этом и в мае, и в июне, фактически требовали этих референдумов. По большому счету им сейчас просто разрешили их провести, но остальные оккупированные территории пошли, так сказать, за компанией. Нет, это не было удивительным для меня. Опять-таки, ну понимаете, вопрос вот в чем. Вот помню, если мы вспомним 21 февраля, когда Путин признал независимость этих всех республик, то тогда мне лично показалось, я в данном случае был чуть неправ, но мне лично показалось, что это и есть конец истории, потому что Путин объявит независимость республик, призовет их защищать, ужесточит войну в Донбассе, возможно, отвоюет Донецкую область и на этом успокоится. Но после этого мы увидели наступление на Киев. Вот в данном случае, опять-таки, если бы просто было принято решение об этих референдумах, если бы они были проведены, создалась бы новая российская граница и был бы постан четкий месседж Западу и Украине, что мы начнем применять ядерное оружие, отряды военных действий, в случае, если вы не признаете эту границу, это была бы одна ситуация. Но когда мы видим мобилизацию, причем неизвестно, где она остановится, за частичной, может быть, и еще частичной, а потом уже и полной и так далее, то возникает ощущение, что Путин снова хочет идти воевать всю Украину, а вовсе не защищать эти республики. И это, конечно, вызывает ощущение полной неадекватности и, по большому счету, не оставляет надежд на быстрое завершение войны. На самом деле, я бы сказал так, что, в принципе, когда речь идет о том, что некая группа людей ставит своей целью, доказать всему миру, что они обладают каким-то величием и могут достигать своих целей, то это, как правило, навсегда. То есть мы можем вспомнить, ну, это может быть не популярный пример, но я часто привожу, мы можем вспомнить ситуацию с иракской войной 2003 года, когда, в принципе, команда Буша, там, Вуфовит, Чайни, Рамс, вот это были люди, которые, собственно говоря, с самого начала своей карьеры политической, когда они начинали в Вашингтоне в начале 70-х годов, они очень хотели, да, вот этого американского величия, в ответ на это пришелся конец поражения во Вьетнаме, уход Никсона, они уехали из Вашингтона, потом они снова вернулись при Буше первом, при Буше старшем, вроде бы победа в холодной войне, коалиция в заливе, все прекрасно, и снова провал, Саддам остается, Клинтон вышибает их снова из администрации, и вот когда они приходят в третий раз к власти, у них уже идея фикс закончить его что-то, наконец доказать, что они великие, да, и в результате после терактов 11 сентября американцы едут в Ирак, который, в общем, к этим терактам у нее никакого отношения, но люди были в то время, да, если даже сравнить, ровно того же возраста, что Патрушев и Путин, и вот эта вот маниакальная идея все-таки закончить свою миссию, она стоит, и такие войны заканчивают только другие акторы, но не те, кто их начал. То есть в данном случае, я думаю, что пока Путин находится в власти, никаких шансов на то, что этот Патрушев закончится, нет и в помине. То есть временные рамки нас отодвигают даже не на месяцы, а дальше? Да, то есть временные рамки мне казались всегда достаточно длинными, то есть в данном случае фактически их можно было предполагать, какие-то временные рамки, только в случае, если бы Запад окончательно вставил на сторону Украины, вмешался туда, ну, практически прямо, с мощной поставкой наступательных вооружений, и Украина смогла бы действительно очень быстро очистить территорию от российских оккупационных сил. В принципе, такая картина стала вырисовывать в начале сентября, но, честно говоря, мне никогда не казалось, что вот такое поражение, оно не вызовет ответа. Поэтому, да, война долгая, она будет продолжаться еще приличное количество времени, еще раз повторю, это путинская война, и при Путине она никогда не кончится. Она может приостановиться, она может перейти в холодную фазу, даже если, допустим, представим себе уникальную ситуацию, когда Путин приведет референдум и обозначит новую границу, и Запад вдруг будет настаивать, чтобы Киев признал эту границу, и война бы закончилась. Но это будет та же самая ситуация, которая была в Донбассе после 2014 года. Путин будет просто ждать нового момента, чтобы снова напасть. Поэтому я думаю, что да, это очень долгий конфликт. Ну, сейчас, собственно говоря, все заявили о том, что результаты референдумов приняты не будут, и это все мировые лидеры уже сказали, и Джо Байден, и с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН прозвучали эти заявления. Какой мы тогда видим в этой ситуации сценарий? Референдумы проведут, но, видимо, результат, исход этого народного, так называемого, изъявления будет очевиден. Не признают результаты референдумов. Что это вообще будет означать в контексте, я не знаю, международного права, глобального такого, какого-то расклада и, опять же, положения вещей? В международном плане это не будет иметь никаких последствий. Конечно, будут признавать эту территорию украинской, война продолжится, украинцы продолжат наступать, это будет иметь только одно последствие. Фактически, у России будут развязаны руки для ядерного удара. Вот это, собственно, тот эффект, который Путин, на мой взгляд, хотел, если считать его хоть в чем-то рациональным человеком, то это тот эффект, который он хотел получить, этот результат. фактически представить эту войну как нападение на Россию. В этой ситуации вы получаете возможность нанести один удар, вы получаете возможность бить всю общую мобилизацию, фактически полностью подчинить экономику военным нуждам, потому что на вас якобы напали. То есть, это совершенно другая картинка, которая может действительно каким-то образом изменить сознание не очень устойчивых в психическом плане россиян и создать иллюзию того, что ситуация радикально применялась. Это чисто внутренняя картинка. она не имеет никакого отношения к миру. Что касается как бы ответа, то в данном случае я бы сказал, что на самом деле самым важным сейчас выглядит вопрос о том, как Запад ответит, допустим, на прецедент применения тактического военного оружия, если он случится. Вот это самое важное, потому что все уже так же сказали, что это будет дан ответ незамедлительно, очень жесткий и так далее, Россия станет изгоем, но по большому счету она сейчас является изгоем, и ответов уже было много дано, а никаких перемен нет. Я думаю, что по сути единственным и как бы реальным заявлением, которое следовало бы сделать, наверное, западному миру в ответ на это, это четко сказать, что в случае, если Путина отдаст приказ на применение ядерного оружия, то он будет объявлен в тот же момент военным преступником, он будет отдан приказ на его уничтожение либо иметным в любой точке мира. Вот это могло бы, на мой взгляд, просто немножко заставить Лия помниться в Кремле, просто потому, что у них нет никакого понимания, никакого, скажем так, желания соблюдать экономические интересы своих граждан, политические интересы России. Они забосят только о собственной безопасности, на мой взгляд. И вот если будет четко сказано, что такого рода прецедент будет означать полное обнуление безопасности лично Владимира Владимировича, я думаю, что это может немножко привести в чувство, но это тоже не очевидно. Ну, таких прецедентов, в общем, история знает немного, если вообще нисколько. Ну, слушайте, прецедент Сусамом Бенраденом вполне известен. Ликвидация международного террориста как вполне легитимный мир. Вот, собственно, да, я понимаю, что эта ситуация крайне не сложна и крайне необычна. Но в любом случае, опять-таки, ну и ситуацию применения я обнаружил наступать на войне, история тоже не знает. Если мы сейчас попытаемся посмотреть на это с точки зрения региональной геополитики, неделя начиналась относительно безобидно с саммита ШОС в Самарканде, однако этот саммит был, наверное, не совсем безобидным для Владимира Путина с точки зрения сигналов, которые были ему там посланы и, наверное, выводов, которые были сделаны. Вот, как вы считаете, каковы ваши наблюдения? Ну, слушайте, это много уже обсуждалось. Сигналы там были посланы, наверное, заметные, но в то же время не слишком радикальными, да? Очевидно совершенно, что китайские руководители попытались поговорить с Путиным относительно того, что он собирается делать дальше и выразили свои опасения по поводу того, что продолжается война, потому что такого рода ситуация она никому не нужна. Но помимо слов в Самарканде были и события, которые происходили в это время, это было уже начало новой войны в Армении, это был пограничный конфликт между Таджикистаном и Киргизией. То есть, по сути, фоном саммита ШОС было, на мой взгляд, в первую очередь ощущение того, что Россия вообще уже полностью потеряла себя на постсоветском пространстве и реально не может регулировать ситуацию в, так сказать, своем заднем дворе. То есть, по сути дела, и Иран, и Турция, и Китай становятся все более важными игроками, и Путин, вот, закапываясь, засасывает война в Украине, он очевидным образом проигрывает любое региональное лидерство. И это, опять-таки, тоже, на мой взгляд, довольно опасно, просто потому, что, если, например, мы помним прекрасно, что, что было его, так сказать, утешением после революции достоинства в Украине, да, это был активный, активный подъем интеграционных устремлений. То есть, как раз в ответ на то, что Украина свергла Януковича, очевидным образом поставила, сделала ставку на западное направление, то Путин тут же, значит, резко подписал все договора о евразийской интеграции, потом туда была принята Армения, которая была фактически на корне укуплена в тот момент, да, и вот это, как бы, движение на восток, оно несколько лет было таким постоянным лейтмотивом кремлевской риторики, как бы подчеркивая, что да, ладно, мы и без Украины проживем, мы создадим свой, так сказать, мощный, серьезный блок. Это на сегодняшний день выглядит провалом, потому что блок не создался, никакого большого торгового успеха там нет, Россия под санкциями, соответственно, страны-союзники тоже вынуждены эти санкции соблюдать, как Казахстан, Россия вырубает и нефтепроводы, ну и, по сути дела, здесь внутри уже идет и экономическое, и политическое столкновение. Поэтому в перспективе, конечно, это звенья одной и той же цепи, связанные с утратой России любой мягкой силы, любого влияния на пространство Большего Советского Союза. Ну, а вот то, что касается лидерства Китая в Центрально-Азиатском регионе, стал ли Самаркандский саммит полной очевидностью того, что эстафета этого лидерства, в регионе, может быть, против воли России была все-таки передана Китаю? Я бы так не сказал. На самом деле китайцы играют в очень тонкую и умную игру. Они не пытаются выставлять себя антиподами России, они не пытаются притягивать канат. Их сотрудничество со странами Центральной Азии развивается гораздо тише, без всяких громких заявлений, в отличие от России, в первую очередь, за счет экономического сотрудничества. И я думаю, причем более-то, надо понимать, что в Центральной Азии многие государства, многие народы достаточно серьезно боятся Китая. Мы помним, сколько антикитайских протестов было в Казахстане исторически, и сама история взаимодействия казахов с китайцами была, скажем, не самой безболезненной. Поэтому я думаю, что Китай не претендует на то, чтобы стать Центральной Азии таким интегратором, каким давало быть Россией. Скорее, в данном случае речь идет о Турции, которая очень серьезным образом подвигает идею подтюркизма, которая уже фактически с Азербайджаном составляет, если не единое государство, то очень близкое к этому, как практически, как, наверное, на Россию и Беларуси, включая даже единые школьные учебники, которые появляются в Турции и Азербайджане, огромную унификацию армии, очень серьезные экономические взаимодействия. И нечто подобное, я думаю, турки будут пытаться подвигать в Казахстане и даже в Киргизии. Вот турецкое культурное влияние, помноженное на экономические возможности, да, и на ощущение истории общей, этнической истории, в том числе, языковой, это более серьезно, на мой взгляд, чем китайское влияние, потому что, еще раз повторю, Китай не хочет сталкиваться с Россией напрямую в регионах высшего российского влияния, в то время как Турция делает это абсолютно открыто. Владислав, ну вот интересно, что регион, ну даже в какой-то степени вспыхнул на фоне совпала это каким-то образом с неудачами России военными в Украине, поскольку у нас был киргизско-тадживский конфликт, был армяно-азербайджанское обострение, опять же, вот на ваш взгляд, вот этот вот потеряющийся, уходящий, может быть, роль России как лидера и, может быть, какого-то посредника дипломатического, а в своем ближнем таком зарубежье, это потеря для региона, может быть, для регионов, для этого ближнего зарубежья, потому что все-таки России в прошлом удалось способствовать тому, что было заключено перемирие между Арменией и Азербайджаном, например, вот эта вот потеря, в принципе, вот в таком, в большом смысле. Ну, вы знаете, это большая тема, я, честно говоря, не думаю так, потому что, смотрите, ведь проблема той же самой Армении, она заключается, на мой взгляд, я могу ошибаться, я не специалист по кавказской политике, но одна из проблем Армении заключается в том, что она очень долго ощущала себя вот этим союзником России в Закавказе, ее форпостом, с этим связывают большие ожидания, армянская экономическая и политическая элита была нацелена на Россию, огромная часть армянской экономики была выкуплена, фактически, и управлялась российскими компаниями, и по большому счету, я могу сказать, это совершенно откровенно, что Армения не имела никаких шансов выиграть войну 20-го года, просто по той простой причине, что все эти годы ее экономика абсолютно стагнировала, это была какая-то целокупность странных мечт армянского руководства, полное ничего не делание, в то время, как Азербайджан, наоборот, усиливался экономически и военно, и логистически, во всех отношениях показывал очень серьезный прогресс. Я когда-то написал, не помню, где статью на эту тему, когда сказал, что если мы посмотрим на Израиль образца 49-го года и сравним его экономически с совокупно Сирией, Иорданием и Египтом, его главной противникой времен войн 60-70-х годов, то в начале этого пути израильский ВВП составлял приблизительно 34% ВВП этих стран, а, соответственно, к концу 90-х годов он был уже больше 100. И это показывает то, что войны успокоились. Все эти арабские недогосударства, они, так сказать, прекратили попытки захватить Израиль. В армянском случае речь идет о том, что если мы посмотрим на ВВП Армении в отношении Азербайджана и Турции в период распада Советского Союза, он встал вблизительно 11%, а, соответственно, к началу 20-го года он встал в 2. Когда мы имеем такую динамику, то понятно, что надеяться на какой-то героизм массовых защитников Арцаха абсолютно бессмысленно. Он может быть массовым, но ничего не даст. То есть, нужно было думать, если армяне обратят свой взгляд все-таки к более перспективным образцам экономического развития европейского и американскому и перестанут делать ставку на Москву, наверное, это будет им всякой лучшей в исторической перспективе. Ну, видимо, выбора сейчас даже и нет в определенной степени. И мы видим сейчас определенный посыл из Вашингтона. Нэнси Пелоси поехала поддерживать Армению. Это какая-то такая палочка брошенная. Ну, может быть, не палочка, а вот эта вот попытка протянутая рука. Я бы здесь несколько не переоценивала ситуацию, потому что госпожа Пелоси, она уже много лет, там, по-моему, с конца нулевых годов или, по крайней мере, с времен администрации Байдена, она постоянно замечена в последовательном отстаивании, ну, как бы, в последовательном выступлении на стороне Армении, да, и в поддержку Армении, и с упоминаниями геноцида, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, я не думаю, что это был некий, так сказать, очень мощный знак в американской политике, типа того, что был сделан ежен на Тайване, потому что на Тайване этот знак был достаточно четким, достаточно жестким. Он был сделан накануне, фактически, начало рассмотрения большого акта о поддержке Тайваня, который сейчас находится в Конгрессе, и это было частью системной политики. И мы видели возмущение Китая накануне, и в ходе, какое внимание это было привлечено. Азербайджан, на самом деле, сделали совершенно правильно, просто поигнорировать событие, как несущественное, просто потому, что он не видит сейчас никаких реальных возможностей американцев изменить ситуацию в регионе, по крайней мере, на ближайшее время, пока с помощью Турции, я думаю, удастся каким-то образом на азербайджанских условиях, все эти конфликты завершить на какое-то время, по крайней мере, и добиться того, что хочется, азербайджан. Субтитры создавал DimaTorzok